Вот таким автобусам люди доверяют своей жизни. Иногда напрасно. Именно с такими транспортными средствами и происходит большинство ДТП. Их причина не халатность водителя, а техническое состояние автобуса. В старших транспортных компаниях имеется механик, который отвечает за выпуск транспортного средства. Есть транспортные средства, которые выпускают в неисправном состоянии. Отвечает, конечно, механик. Которые останавливаются, составляют административный протокол на водителя. И потом едут в эту организацию, составляют административный материал на механика за выпуск транспортного средства в неисправном состоянии. Как правило, именно по этой же причине техническая неисправность происходит замена или, хуже, вовсе отмена рейса. Что доставляет неудобства людям, которым порой приходится ждать часами следующего маршрута. Отменили автобус на 12 часов. Вот я вот сегодня целый день сижу из санатория. Вся злая, как не знаю кто. И такие отмены рейсов происходят практически каждый день. Рейсы отменяются не часто, но бывает такое, бывает. По технической причине в основном. Да, автобусы ломаются. В любом случае, там, где возят ПТК, не будет валить больше никто. Мы бы ликвидировали с удовольствием и не знали бы головной боли. А пассажирская транспортная компания и правда доставляет только боль. Как самим пассажирам, так и водителям, которые ездят на изношенном транспорте. Сергей Талдонов водитель с 30-летним стажем вождения. Его автобусу уже 13 лет. Говорит, давно бы его списать надо. О новом же транспорте и не мечтают. Уже привык, что его машину чинить нужно чуть ли не каждый день. Троллейбусу ему 13 лет. Конечно, ломается. Вот только вылез под него. У этого автобуса три рейса в день. Его ремонтировали не раз. Меняли внешний вид. По идее, такой транспорт живет не больше пяти лет. Только в Орловской области из него выжимают все соки. И срок службы может увеличиться до бесконечности. Но если нам не спать, он еще долго проходит. Об этой проблеме знают и в правительстве области. Только в этом году ПТК подарили 24 новых автобуса. Но общую печальную картину они так и не скрасили. Я три года почти дорабатываю, два с половиной месяца с вами. Вы еще ни одного предложения не принесли. Что этот хлам стоит? Он же просто, значит, тащит вас в яму. В долговую. По правилам, все автобусы должны быть оснащены ремнями безопасности. Если же их нет, штраф ПТК оплачивает. А если же есть, то нужно пристегиваться. Только пассажиры сами свою жизнь не берегут. Если это ремни безопасности, то я тогда не знаю, что настоящими ремнями называются. Тем более, он еще и грязный придач. Вообще, таким ремнем безопасности может пристегнуться только тот, у кого нет проблем с весом. И то нужно приложить максимум усилий. Да никто ими не пристегивается. Это надо каждого человека пристегивать. Но не только в ремнях все дело. Весь автопарк заслуживает повышенного внимания. Ведь порой на таких разваливающихся авто и страшно ездить. Вообще неприятно. Просто они вообще ни в каком состоянии. Я не знаю вообще, как их пускают, техосмотры и так далее. Ну что делать? Ездим. Надо же поддерживать. Значит, недостаточно средств у государства, в муниципальном предприятии. ПТК выполняет социальный заказ населения. Обслуживает нерентабельные маршруты, где частные автобусы в отдаленные уголки региона с низким пассажиропотоком не появляются. Однако программы безопасности перевозок людей пассажирским транспортом еще не существует. И бюджетные средства не заложены и в 2012 году. Поэтому как и на чем будут добираться орловчане в свои населенные пункты в будущем году неизвестно. Алина Чабан и Денис Еременко для программы Оперативный эфир.